Хе-хе-хей, прошло уже несколько дней с момента наступления 2023-го, и мы ещё живы. Я считаю, что это достаточно большое достижение, если так попрёт, то может быть даже январь переживём. Конечно, я его переживу не без помощи всех тех, кто поддержал канал финансово на Бусти, прям огромное спасибо вот этим грамотным ребятам. Не забывайте, что за поддержку вы получаете приятные бонусы, например, доступ в закрытую спонсорскую конфу и не только. Тем не менее, даже с учётом общего пиздеца, в этом году ММО-индустрия планирует порадовать нас релизами нескольких крупных ММО и ММО-РПГ-проектов, на которые явно стоит обратить своё внимание. Да, я решил вернуться к формату вот таких вот развлекательных видосиков, где мы посоставляем разные топы, поговорим о самых разных ММО в более быстром формате, в общем, чистая развлекаловка, мне это несложно, с учётом моей занятости и вам приятно. Правильно? Правильно. На самом деле, прям реально интересных проектов в этом году не то, чтобы сильно много, но мы захватим разные и реально годные, которые вот прям стоит ждать, по моему скромному мнению, и корейские говногринделки, которые, ну, в принципе, на безрыбье, что называется. А на безрыбье мы и в них попробуем поиграть, чего греха таить. Ну и важный момент, далеко не факт, что эти игры действительно выйдут. Переносы в самый последний момент — это обычная практика для игрового рынка, так что если какая-то из этих игр в 2023-м так и не вышла, автор ролика не виноват. Это всё они... Единственная просьба — обязательно загляните в тележку. Блядь, это важно, не перематывай! Стой! Подожди! Вот. Убери курсор от полоски таймлайна. Убери. Да. Я теперь буду максимально часто в тележке устраивать различные опросники на тему роликов. Так, например, в телеге недавно выбрали, что следующий крупный ММО-обзор будет на Латро, а это значит, что контента по Латро помимо обзора сопутствующего будет довольно много. И тему на следующий ролик сторонней ММО-тематики выбираете вы в телеге. Так что бегом подписываться на 4000, кстати, устрою розыгрыш какой-нибудь ММО-РПГшки. Ссылка на телегу в описании. Всё, теперь краткое слово спонсора и понеслась. Пандари. Легендарный континент, расположенный в южных океанах Азерота. Много лет он был сокрыт от взора Орды и Альянса, но всему приходит конец. Его в точка БИС представляет новый прогрессивный мир Туманной Пандари. Переработаны и заскриптованы все рейды и подземелья. Покоряй престол Гросс и следуй тайны вневременного острова. Пройди сквозь сердце страха. Одолей жутких монстров в осаде Аргримара. Свергни Лайшеня, повелителя грома. Участвуй в противостоянии между Ордой и Альянсом на полях боя. Сражайся и побеждай в битвах на арене. Все это и многое другое ждет тебя в новом игровом мире Mists of Pandaria на Uvov.bis. Один из проектов, который ждет нас в 2023-м, это Thrones and Liberty. И почему-то для многих это прям дико хайповый проект, и жзунов у него больше, чем оно того явно заслуживает. Почему так? Я в душе не представляю. Почему так, нахуй? Ну, давайте разбираться. Во-первых, это игра от NCSoft. Да, от той самой конторы, которая ничего кроме клонов мобильной линейки производить не умеет, да и в общем-то не хочет. Изначально Thrones and Liberty была известна под рабочим названием Project TL. Была эдаким изометрическим диаблоидом, где было жесткое истребление патчек мобов в пару скиллов, взаимодействие с окружением типа возможности, обрушить на супостатов колонну. Но в итоге все это отменили, судя по всему. И какое-то время Project TL вообще пропал из вида примерно на пару лет. Как раз во время его вот этого активного переделывания. И вернулся к нам в виде очередного клона мобильной линейки. Тем не менее, заявлено несколько любопытных фишек, которые даже могут заинтересовать не сильно искушенного потребителя. Например, полная кросс-платформа. Причем интерфейс будет адаптирован якобы под каждую платформу отдельно. То есть на ПК не придется трахаться с мобильным интерфейсом, а он будет именно ПКшный. Ну, посмотрим, конечно. Также корейцы обещают нам динамически открытый мир, в котором целая куча условий, влияющих на боевую систему. От погодных условий до ландшафта. Причем ландшафт вроде как даже можно будет разрушать. То есть, видимо, какие-то элементы из изометрической версии игры решили оставить. Хотя, как это будет реализовано, конечно, вопрос. Ограничиться они просто разрушением стен во время осады, либо это будет какой-то действительно развитый элемент песочницы, пока неизвестно. Также персонажи могут свободно исследовать этот самый открытый мир и превращаться в различных животных, включая летающих, чтобы вот как раз быстро по нему и комфортно перемещаться. Что до боевой системы, то про нее пока ничего не понятно. Самый главный вопрос, который терзает игроков, будет ли автобой. И да, судя по последним видосам по Тенси Софт, будет и автобой, и автобанки, и автоскиллы, и автобег, и авто все на свете. Если это действительно так, то какие-то либо обсуждения боевой системы не имеют смысла, потому что в подобных играх скил ничего не значит. Так что конкурентом БДО этой игре точно не быть. Ну и графончику игры весьма симпатичный, чего греха таить, хотя это не главное. Самая же главная фишка, это конечно ПВП. На ПВП будет завязано все, битвы за споты, за боссов, всякие кланвары, осады, наследие ПВП-системы, линейки все еще живет в азиатских маму РПГ. И наверное только ради этого имеет хоть какой-то смысл обратить на игру свое внимание. Возможно ПВП окупит с собой и автобой, и анальную монетизацию, которая несомненно там будет, потому что это корейцы. Но время покажет. Игра должна выйти в первой половине 23-го года, так что рассчитывайте примерно на конец зимы, начало весны, если конечно не перенесут. Первого марта, если не перенесут опять же, должна выйти The Day Before, сурвайвал ММО третьего лица в сеттинге зомби-апокалипсиса. Забавно, эта игра разрабатывается студией Fantastic, которая родом из Якутии. Правда назвать этот проект российским точно не получится, финансирует его сингапурская Майтона. Радует, что вопреки всему в России пока еще есть настоящие таланты геймдева. Пока. Что нас ждет в данной любопытной игруле? Unreal Engine 5. Да, изначально игру делали на четверке, но решили перенести на пятый, отчего релиз игры сдвинулся. Полностью открытый мир. Вас ждут кучи заброшек, поселений, социальных хабов. Между ними, конечно же, можно перемещаться на самом различном транспорте, который надо будет ремонтировать и заправлять. И прочие механики сурвайвалов. Например, голод, жажда, необходимость сна, поддержание температуры. В игре присутствует как ПВЕ-контент в виде убийства самых разных видов зомби, а также какие-то ПВЕ-вылазки, так и ПВП-сражения с другими игроками за лут и за выживание в целом. Ну и куча самого разного оружия, в основном огнестрельного, которое можно модифицировать. Я за этим проектом слежу достаточно давненько, я очень люблю игры типа Дивижена, еще мне очень нравится State of Decay. Да, мои вкусы весьма специфичные, но что поделать. В общем, эта игра рискует стать действительно годным выживачом, в котором будет простор для отыгрышей и веселья с друзьями, а может быть даже и в соло будет норм погонять, посмотрим. Это мы ждемс, и это мы одобряемся. В 23-м году нас ждет пара проектов от студии WeMade, которая специализируется на MMORPG с блокчейном. Да, удивительный факт, несмотря на обвал крипты и так называемую криптозиму, инвестиции в сектор криптоигр лишь увеличиваются. Потому что криптозима когда-нибудь-то закончится. Тем не менее, в 23-м году нас ждет два проекта от этой студии. Legends of E-Mir, которая представляет из себя просто очешуенно-графонистый, но, как я понял, лютый гриндан на автобой и автобеге, конечно же, так что этот проект я, пожалуй, скипну. А вот другим проектом можно даже заинтересоваться. Night Crows, это мультиплатформенная MMORPG от все той же WeMade, но, в отличие от E-Mira, она предлагает несколько любопытных фишек. Во-первых, сеттинг средневековой Европы без особой примаси и фэнтези, а чисто альтернативная история. Да, что-то вроде For Honor. И, судя по трейлеру, стилистика должна быть достаточно выдержанной доспехи прям. Круто выглядят, все такие закованные, брутальные. Мне такое нравится. Во-вторых, лютая свобода перемещения. Система акробатики, когда вы можете спокойно бегать чуть ли не по крышам, преодолевать самые разные препятствия. В общем, это такая лайт-версия паркура из последних ассасинов, как я понял. Если верить описанию, конечно же. Ну, либо это просто скриптовые события. Из разряда подбежал на точку, нажал кнопочку, смотришь кат-сцену. Как-то не очень. Так что, надеюсь, все-таки полноценная акробатика. Плюс, помимо этой самой акробатики, всякие глайдеры, двойные прыжки, атаки в воздухе и всякое прочее. 16 классов. Но, совершенно непонятно, что по боевой системе. Хотя, спойлер, да, скорее всего, это 90%, что опять автобой и автобег. Но тут и пока еще реально непонятно, может, все не так и плохо. Ну и, конечно, тонна PvP, как в азиатской ММО может быть иначе. Обещают сражения с участием аж до тысячи человек, причем махачи как на земле, так и в воздухе. И это, наверное, главный пункт, который заставляет обратить внимание на данную игрулю и последить за ней. Мне безумно нравится MMORPG со стилистикой вот такой, как в Wayfinder. Это недавно анонсированная MMORPG-шка, но которую уже обещают к релизу в 23-м году. Главная суть игры — вы путник, которому под силу исследовать гигантский опен-ворлд, наполненный данжами, квестами, боссами и всякими секретиками, а также героической сложностью на некоторых активностях. Да, своеобразное описание. Плюс к этому красочная околомультяшная стилистика, которая лишь способствует погружению в эту сказочную атмосферу. Кстати, графический стиль чем-то напоминает EverQuest Next. Земля и пуха. Так вот, вы выбираете себе персонажа, который тут олицетворяет свой класс с уникальным стилем боя, слегка его кастомизируете под себя и отправляетесь им в бой. К этому плюсуем систему хаоса, которая позволяет с помощью особого итема настраивать под себя экспедиции и вроде как даже модифицировать под себя открытый мир. То есть это что-то вроде системы мифик плюс вов, только вы настраиваете ее под себя. Например, я хочу в этом данже полутать вот этот ресурс и отмудухать вот этого врага. Игра тебе такая «Базар, Узира!» Ну тогда ты получишь в этом данже вот эти вот эти аффиксы. И ты уже, видимо, сам решаешь, стоит ли овчинка в выделке. Это довольно забавная система, если я опять же правильно ее понял. Вообще нормального описания игры и обзоров еще толком нет. Тесты вроде как проходили, но проходили под НДА. Но, как я понял, у игры есть такой достаточно крупный открытый мир, который постоянно меняется. Куча всяких инстовых активностей, в основном походов на разных босяр. То есть такая компактная полусессионная ММО. В общем, идея офигенная, я 100% буду залетать в этот проект. Очень уж люблю подобные полусессионные гринделки, еще и в клевом визуальном стиле. Помимо этих активностей, нас ждет система домовладения, всяческий ПВЕ-контент с менеджментом шмоток и крафтом новых. В общем, типичная ПВЕ-гринделка, и это хорошо. Жду и обязательно буду пробовать. Ну а что делать тем, кому не по душе все эти хардкорные сражения, страшные боссы и беготня за топ-гиром? Ну и как недавно выяснилось, для такой категории ультра-целователей-белочек тоже есть своя ММО. Палия. Это казуальная сим-мморпг, где ваша главная задача – молодьба и хлебоздача. Да, то есть вам надо не побеждать мировое зло, а завести друзей, облагородить свой участок, посадить помидорки и обставить домишку по вкусу. Пригласить этих самых друзей на чаек, а потом побежать вместе собирать ромашку и ловить рыбешку. И нет, это не пересказ главных фич следующего аддона на WoW, шутки в сторону, это именно геймплей Палия. Занимается игрой студия Singularity 6, в которую вошли команды из Blizzard, Riot Games, Zynga и помелочи. Мир игры представляет из себя фантазийную песочницу со своей историей, конечно же, разными персонажами. А игроки тут – это попаданцы, которые должны найти древнюю и высокоразвитую цивилизацию, которая таинственным образом исчезла. Да, соответственно, играть можно будет только за расу людей при этом. Мир игры достаточно большой, но с фасттрейвелами. При этом в самом мире вам придется добывать целую кучу ресурсов, будь то, например, рубка дерева, ловля рыбы, собирание цветочков. Про боевую систему пока ни слова. Видимо, разрабы не хотят хоть как-то акцентировать на ней внимание, а то и вообще вводить в игру, чтобы не сместить акценты, потому что если будет боевая система, то в игру сразу могут набежать целые кучи всяких васянов. Ну и, соответственно, сложный и интересный крафт, создание мебели, фермерство и прочее. Короче, да, это своего рода онлайновые стердювели или какой-нибудь анимал кроссинг, где главное – это заниматься делами мирными и житейскими, а не рубить всяких супостатов. И этим игра вызвала нешуточный интерес, и ей заинтересовались не только девочки да детишки. Здоровые бородатые мужики тоже хотят выращивать морковку на своем участке, тут можно применить тот самый мем, чего хотят мужчины по мнению женщин и чего они хотят на самом деле кек. В общем, игру обещают в 2023 году, опять же, не факт, но ждем и следим за новостями. С Корпанком ситуация возникла просто ужасная. Основная часть студии базировалась в Киеве, поработала себе, но из-за войны им пришлось релацироваться и выстраивать по новой все рабочие процессы. Бету игры и так несколько раз переносили, потому что рабочие процессы там, судя по моим инсайдам, и даже в Киеве были выстроены очень своеобразно, но об этом, как я уже сказал после релиза игры, не раньше. А теперь все это задержалось еще сильнее. Тем не менее, недавно разработчики вышли на связь, они в порядке, и продолжают работать, и планируют бету в 2023 году, что не может не радовать. А если вы не в курсе, что такое Корпанк, то рассказываю. Это такая изометрическая MMORPG с боевой системой, напоминающей моба игры. Основная суть это состряпать билд для своего персонажа под нужную активность, используя гигантское количество итемов с разными эффектами, способностями и статами. Мир игры же представляет собой смешение фэнтези, киберпанка, монопанка, все это в около постапокалиптичном сеттинге. Да, речь идет о нескольких фракциях, которые борются за ресурсы и выживание. В игре вас ждет целая куча разного ПВЕ, вроде квестов, данжей, причем данжей процедурно генерируемых, а также ПВП с туманом войны, что для MMORPG фишка, наверное, уникальная. Просто представьте, насколько это увеличивает тактические возможности в сражениях. Плюс да, в игре будет свободная ПВП с системой кармы. Ну и мерные занятия тоже найдутся, такие как собирательство ресов, крафт и фермерство. Вместо классов у нас тут тоже персонажи с небольшой кастомизацией, этих персонажей аж 12, если ничего не изменилось и не ввели каких-то новых. У каждого уникальный стиль геймплея, плюс еще по 3 спека на каждого перса. То есть какой-нибудь паладин и лечит, и калечит, еще и танкует. Все зависит от спека. А теперь представьте, насколько гигантское количество вариаций сборок на каждого персонажа можно состряпать с учетом спеков и всех предметов. Да, кто-то скажет, что все будут играть по мете. Но если взять тот же самый Эсо, игре уже куча лет в обед, а люди все равно экспериментируют с разными билдами. Если все это немножко отбалансить, то билдостроение в Корпанке также будет жить очень долгие годы. Так что ждем бету в 2023 году. Варфрейм это эталонная гринделка, чего греха таить. Да, не без проблем. Не зря в народе ее багфреймом кличут, но плюсы окупают все это дело. Отличная фри-то-плей система, динамичнейший геймплей и импакт от боевки. Куча сборок на разных фреймов. Разрабы в очередной раз доказали, что если руки золотые, то неважно откуда они растут. И в прошлом году нам очень повезло, что разрабы Варфрейма анонсировали свою собственную MMORPG SoulFrame. Информации про нее не очень много, к сожалению. Однако собрав то, что есть, мы получим следующие фишки. SoulFrame будет бесплатной игрой. Если монетизация в ней будет хотя бы в половину такая же комфортная, как в Варфрейм, это будет крайне приятно. Также SoulFrame будет не зубодробительно шустрой гринделкой, как в Варфрейм. Нет. Она сосредоточится на более тактичной боевой системе. Игроку будет необходимо продумывать свои действия, опираться на способности и на свой, конечно, скилл. В SoulFrame будет открытый мир. Сразу. В Варфрейме открытого мира не было, лишь появились некоторые открытые локации в поздних обновлениях, а тут сразу открытый и масштабный мир, который будет необходимо исследовать. Сеттинг будет фэнтезийный и около средневековый, то есть никакого сайфай, только доспехи, какая-то магия, да, различные мечи, топоры, копья. Да, шутка про то, что... А в чем разница с Варфреймом-то? Но сеттинг будет другой, вот. Опять же, инфы пока маловато, но разрабы обещают много новой информации в 23-м году, а также планируют запуск беты в этом году, но, скорее всего, перенесут, хотя первый билд к выходу был намечен еще вроде как на осень 22-го, но все это бабушка надвое сказала. Тем не менее, ждем инфы, геймплей и тестирование уже в этом году, да. Анонс Dune Awakening был, на самом деле, достаточно ожидаем. Фанкомы выкупили права на дюну несколько лет назад, мы даже как-то обсуждали это на стриме, помню, и было много предположений, что именно они сделают по дюне. И сначала они выпустили такую средненькую, но неплохую, в принципе, РТС-ку, а затем, конечно, занялись тем, в чем нашли свое призвание, это выживачи. Conan Exiles это, объективно, один из лучших выживачей на рынке, так что фанкомы решили взять эту же самую формулу и доработать ее. Мир больше, возможностей больше, сеттинг позабористей, так и получился ММО-выживач по дюне, который должен выйти уже в этом году. Мало того, что нас ждут бескрайние просторы Арракиса, где будут не только пустыни, но и различные руины, социальные хабы и прочее интересное. Но и да, нас ждет, конечно же, пустыня, в которой куча спайса, который нам надо добывать. Товарищ майор, отъебитесь, пожалуйста. А чтобы эффективно добывать этот самый ресурс, у нас в распоряжении будет куча всякого разного оружия, так и самая разная техника, как летательная, так и наземная. Из режимов игры будут и ПВЕ, возможно, даже с отдельными ПВЕ-серверами. Но самое веселое, конечно, будет твориться на ПВП-серверах, потому что ПВП обещают, ну, очень много. Но не только на социальном взаимодействии все это будет работать. Нам обещают и встречу с персонажами книг и фильмов, прокачку с ними репутации, кучу лора и прочих игромеханик, которые дадут нам погрузиться в этот сеттинг. Например, союз с одним из великих домов. От Рейдос и Сила, Харконин и Могила. Короче, фишек анонсировано, ну, очень много, а выход игры намечен на этот год после нескольких тестирований. Так что ждем, а до этого момента не забываем перечитывать Дюну, чтобы козырять знаниями лора. Крем Сан Дезерт это не ММО РПГ в привычном своем понимании. Когда игру только анонсировали, никто даже понять не мог, что она будет из себя представлять. Сейчас ситуация, конечно, немножко прояснилась. Представьте себе сингловую, по сути, игру, то есть полноценную сюжетную РПГ с разными персонажами, сторилайном, крутой боевой системой, гигантским открытым миром и всякое такое. А затем буквально, ну, в пару кликов, игра в определенном контенте превращается в полноценную ММО. Как именно это будет выглядеть, все еще загадка, но как гласят разработчики, онлайн-функции будут активно переплетаться сюжетной кампанией. Я напомню, что играем мы за отряд наемников, так что найм этих самых наемников на разные задания совместные может быть вполне обычным делом, особенно если эти задания кооперативные и онлайновые. Плюс у нас есть уже пример переплетения сингла и онлайна в виде того же Геншина, так что во многом, я думаю, Кримсон будет на это дело похож. То есть нас ждет сюжетная кампания, куча пылесосинга мира, прокачка своих персонажей и, возможно, какая-нибудь даже гача. И все это ради того, чтобы ты этими самыми персонажами мог участвовать в разном онлайновом контенте, будь то данжики, возможно, даже ПВП и осады. Об этом тоже разработчики говорили. Единственная проблема Кримсы, ее переносит уже кучу раз. Релиз игры еще на 21-й год был намечен, если не раньше, потом пара переносов, ну и затем разработчики объявили, что закончат игру где-то во второй половине 23-го года. Но это не точно. Но учитывая графику, учитывая все заявленные фишки и особенности, так и быть под дождем, но надеемся, что все-таки очередного переноса не будет и уже этой осенью мы сможем попробовать эту необычную гибридную сингл-ММОшку. Блю Протокол лично я жду прям очень сильно. Несмотря на то, что эта игра вообще меня не впечатлила во время тестирования год или два назад, я уж не помню, разработчики провели над ней гигантскую работу. Допилили боевую систему, улучшили визуал, исправили всякие мелочи крайне, важные для общего впечатления от проекта. Кто не в курсе, Блю Протокол и такая анимешная ПВЕ-ориентированная экшен-ММОРПГ в сеттинге фэнтезийного монопанка. Прикол в том, что эта игра станет разочарованием для любителей хардкора в ММО. Японцы решили сделать довольно казуальную и веселую ММОшку, которая зайдет максимальному числу нормисов. Выражается это в разных вещах. Например, в полном отсутствии ПВП. Вот его нет и все. Вообще. Даже дуэль кинуть нельзя. Так что челы с ником Ногий Батор и Васян Про вряд ли найдут в этой ММО для себя что-то интересное. А вот ПВЕ тут крайне разнообразное. Целая куча подземелий с самыми разными вражинами. Подземелий при этом есть разного уровня и сложности. Есть ПВЕ-арена, где нужно на время отбиваться от волн монстров и боссов. Ну и конечно куча квестов. А еще забавный прикол, в игре не будет экипировки. Да, будет только прокачка, подбор оружия. Никакого тебе фарма сапог на плюс 100 к хосте. Тут такого не будет. Зато здесь будет система душ монстров и душ экипировки. А также вкидывание скиллпоинтов. То есть да, развивать свой персонаж здесь конечно надо. Но сделано это будет иначе, нежели в 90% ММО РПГ. Все это приправлено экшоновой, но таргет боевой системой, с комбинациями, скиллами, конечно же и прочим-прочим. Ну и исследование крайне красочного опенворлда прилагается. Не знаю как вы, но лично я очень жду эту ММО и обязательно буду играть. Либо на японской версии, хотя по ситуации зависит от пинга и пердолинга с доступом. Либо я просто дождусь западной от Амазон и буду играть уже там. Игра выходит весной 23-го года, так что готовьтесь. Вот как-то так. На самом деле проектов побольше. Но я не стал брать уж совсем мелкие, либо неопределенные в плане выхода. Например, Hytale по инсайдам чуть ли не с нуля переделывают, и выход в этом году снова маловероятен. Я не стал упоминать Age of Creation или MMO от Riot, потому что вероятность их выхода в этом году крайне мала. У первой максимум это Альфа 2, и то вряд ли. А вторая вообще непонятно что и непонятно где и непонятно как там. Че вот она, что там, что с ней вот, вот где она там. Ну и всякие мобилочки и прочие крипто ММО средней паршивости я тоже не стал рассматривать, потому что ну не вижу смысла. Здесь я привел игры, в которые я сам хочу поиграть, которые с большой вероятностью все же выйдут в этом году. И которые с точки зрения геймплея или фишек хоть что-то из себя интересное представляют. А вы обязательно напишите в комментарии, что именно из этого списка вы ждете больше всего, во что вы будете играть. Не забудьте поддержать ролик лайком, поддерживайте канал на бусте, подписывайтесь. И обязательно в тележку залетайте, это очень важно. За просмотр как всегда огромное спасибо, до скорых встреч, пока.